Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо большое за поздравление Правда, я очень тронут Знаете, это удивительное Это что-то такое удивительное Когда огромное количество В общем-то Незнакомых тебе людей Ну да, мы здесь общаемся Вы смотрите мои эфиры, их комментируете Ставите какие-то лайки и так далее Но вы знаете, я себя ловлю на мысли Вот Благодаря профессии, в которую я попал Благодаря моей маме Она все-таки была Тем спусковым механизмом, который Меня толкнул в эту профессию Она рассмотрела во мне талант Она в меня верила, как никто Меня отец даже не верил, понимаете Отец не верил, он потом признался Со слезами на глазах Со слезами радости на глазах Что, говорит, как я ошибался Как я, говорит, не верил в тебя Говорит, мне очень стыдно Ты, говорит, гордость, говорит Ну, моя, мамина и так далее Мама в меня верила Даже когда я крутил баранку Будучи дальнобойщиком Когда я работал барменом Когда я работал не пойми кем Только для того, чтобы Кормить семью Она в меня верила Она говорит, я все равно знаю Что ты будешь известным Тебя будут многие миллионы людей Любить и уважать Я уже тогда так улыбался про себя Думаю, что как бы Мамуль, спасибо тебе за веру в меня Спасибо, я Я всегда знал Что ты в меня верила И честно сказать Честно сказать Кроме моего желания личного Да, стать тем, кем я стал Мне очень хотелось отблагодарить маму И все-таки, чтобы ее вера в меня И ее мечта Сбылась И она сбылась Вот И она сбылась И вы знаете Вот Я живу как обычный человек Правда У меня такие же проблемы, как у вас У меня так же болит Что-то У меня Есть какие-то вопросы Которые я не в состоянии решить Несмотря на там всю свою популярность Известность и так далее Мне тоже не хватает иногда денег Как это ни странно Но самое главное Вы знаете, что я понимаю В чем ценность этой профессии Возвращаясь к сказанному В начале Что огромное количество В общем-то Незнакомых мне людей Сегодня меня поздравляют Так искренне Находят такие Такие Важные слова И я понимаю Что это не просто Формальная отписка Я понимаю Что большинство Подавляющее большинство людей От всей души Мне этого желают Вот это, наверное Самая Большая награда Мне за то Что я в этой жизни делаю Вот чем старше становишься Тем больше это понимаешь То есть Ну Глубже Глубже Потому что Вот это же все Жизнь же она слоями Понимаете До какого-то возраста Ты доживаешь И к сожалению Несколько слоев Ты пробил А Там еще же Огромное-огромное Количество слоев Каких-то Которые ты не понял Не прочувствовал Это то Это то Что вызывает у нас Интерес в жизни То, что заставляет Нас жить Там Терпеть Бороться Только ради того Чтобы преодолеть Следующий слой И понять Осмыслить его Почувствовать И вот у меня Такие моменты Все чаще и чаще Наступают Потому что я становлюсь Все взрослее Взрослее Жизненный опыт То сверло Которое просверливает Эти слои Эти тектонические плиты И ты открываешь для себя Мир Людей Себя Спасибо вам огромное За ваши пожелания Спасибо вам огромное За Любовь ко мне Это заставляет меня Работать Даже когда не хочется Даже когда ты понимаешь Что ты выгораешь внутри И хочется все бросить И какое-то время Просто-напросто Попытаться себя Восстановить Уделить больше внимания Семье Ребенку И так далее Потому что профессия Снимает огромное количество Времени И сил И это все Не достается В результате Жене Ребенку Родителям Спасибо вам большое За то, что в меня верите За то, что Смотрите Результаты Моих Моей работы Мои роли За ними стоит Не просто Кровь в пот За ним стоит Огромное Время Бесценное Самое бесценное Что у нас есть Это время Это время Это время Это время Потраченное Для вас И ради вас Да В ущерб Где-то там В семье И так далее И я знаю Я знаю Что это не зря Когда читаю Ваши Поздравления С Днем рождения Еще раз Спасибо Работаю для вас Работаю для вас Спасибо за поздравление Ребята Рановато А потом Как бы Ну я лишен Этой романтики Задувания свечей Я вообще Как бы Для меня День рождения Как я говорил Это день Вот именно Того момента Когда я понимаю Что очередной слой Вот да Преодолел я Возможность Обернуться назад Посмотреть Какие-то выводы Сделать Я не У меня пропало Желание Какие-то Устраивать Какие-то Праздники Понимаете И так далее Для меня Это немножко Такой день Где-то лет После сорока Он у меня Стал такой Знаете Созерцательный Не потому Что мне жалко Там денег Там Накрыть Там стол Пригласить Друзей И так далее Нет Это немножко Такое Знаете Подведение Итогов Переосмысления Которое Которое Не терпит Вот этой Суеты Мы с супругой Потом Понимаете Большинство Людей Все-таки Лето Большинство Людей Где-то Там На даче На отдыхе Там Еще что-то Ну Из близких Каких-то Которого Мы хотели Видеть За праздничным Столом Поэтому У нас Получается Как День рождения Жены Годовщина Мой день рождения У нас Три праздника С небольшим Интервалом Получается Как бы Мы Между Своими Днями Рождения Женились Поэтому Мы Немножко Позже Это Все Делаем Когда Начинается Школа Когда Уже Все Возвращаются Из отпусков Мы Просто Делаем Такой Вечер Я заказываю В ресторане Стол Такой Небольшой Фуршетик Банкетик И Приезжают Все Кто Могут Ну Как правило В это Время Уже Приезжает Действительно Большое Количество Людей Которые Могут Вот И Мы Спокойно Отмечаем Ну Так Знаете Как говорится Есть повод Во-первых Встретиться А во-вторых Есть повод Отметить Точнее Наоборот Есть повод Отметить А значит Есть повод Встретиться Вот так Точнее Будет Сказано Вот А вот Этот день У меня Он такой Немножко Я Ну Не знаю Может быть Это Возрастное Но У меня Такой День Больше Я Такой Знаете Люблю побыть В тишине Да Мне поздравляют Да Я отвечаю Телефонные звонки СМС И так далее Но вот Мои В этот день Меня не трогают Может быть Мы вечером Пойдем Просто посидим В ресторанчике Ну как бы Почему нет Пойдем Посидим Втроем Я Жена Сын Посидим И просто Поставим Галочку А отмечать Уже будем Потом Отмечать Будем Уже Позже Все вместе Потому что У нее был день рождения Она была на даче Тоже Друзья Товарищи Как бы Все отзвонились Но никого не пригласили Потому что Ну Никто не мог И ехать Как бы Ну далеко Тоже Там нет У нас есть Верная Верная подруга Боевая Которая Приехала Приехала На дачу Вот Было приятно Конечно Да Но мы Так вот Большим форматом Таким Встретимся Позже Немножко Да Спасибо большое Да Самое Вы знаете Самое важное пожелание С возрастом Становится Это здоровье Действительно Слушайте Я понимаю Почему Это самый важный Тост Только с возрастом Знаете Как это Как Детей Начинаешь Понимать Когда они Вырастают Ну в смысле Кого ты вырастил Что из них Получилось Жену Начинаешь Ценить И понимать Когда развелся Ну в смысле Да Когда остался Один Развелся Ну скорее всего Развелся Ну не хочется Там Да Там Когда умерла Не дай бог Вот Друзей Понимать Начинаешь И кто они из себя Что они из себя Представляют Когда у тебя Беда Горе Какая-то проблема Вот тогда Про друзей Все много Очень становится Понятно Вот Это вот такая Вещь Которая с возрастом Ну такая Мудрость Знаете Ты ее слышал Тысячу раз Но не прочувствовал А у меня сейчас Тут прекрасный возраст Когда я Это Ну так хорошо Понимаю Что просто Дальше некуда Так что вот такие дела Спасибо Взрослеешь Да нет Уже не взрослеешь Взрослеешь Это где-то лет До 30-35 А после 30-35 лет Ты уже не взрослеешь Ты уже стареешь Спасибо Спасибо Ну всех у кого Сегодня день рождения Я тоже Я так сказать Поздравляю всех У кого сегодня День рождения Не важно Сколько вам лет Важно Чтобы вы были здоровы И чтобы Ваше желание Которое вы загадаете Себе в этот день Маленькое Пускай Знаете Такое На бытовом уровне Ну вот Да Не будем страдать Гигантоманией Какой-то там Да Что-то там Себе загадывать На уровне Какого-то там Фантастики Какой-то Да А именно Вот очень нужное Прямо вот не знаю Вам Поверьте мне Это вернется Когда у ваших близких Будет все хорошо Но вы же тоже будете счастливы Правда Поэтому Пускай это обязательно сбудется Вот такое пожелание Всем Кто Сегодня тоже Как и я Отмечают День рождения Спасибо большое Спасибо Маму мою Да Спасибо большое Да Мамочка тоже Отзвонилась мне Вот Мы так хорошо поговорили Поговорили Я в 50 лет буду в парадном костюме Наверное Я думаю что Юбилей то Если доживем Кто его знает Как говорится День прошел И слава богу Нужно жить по принципу Но естественно Никто не отменяет планов на будущее Поэтому я то в 50 лет Все таки наверное Закочу какой-нибудь Хороший такой знаете Банкетик Чтоб Спустя годы Люди вспоминали Торты от Палыча У нас торты Очень вкусно готовят В совхозе У нас хлебные традиции Делают очень Ну такой у нас магазин Здесь есть Они пекут хлеб Торты делают Все торты Которые у моего сына На дни рождения Это все они пекли Очень вкусные Они делают Спасибо Спасибо большое Так что вот такие дела Нет У меня абсолютно У меня абсолютно Рядовой день Как бы сегодня Я там что-то там Ну там поехал Такой там Купил У меня просто завтра Еще как бы немножко Выходной Будет И потом я ухожу На 5 ночных смен Можете себе представить Мы 5 суток подряд Будем снимать Только ночью Это очень тяжело Ночные съемки Это очень тяжело Потому что Ну Биоритмы Ну как бы Да Никто же их не отменял Биоритмы Организм ночью хочет спать А нужно ночью Бегать Прыгать Рвать Так сказать Душу Понимаете И так далее И так далее И это все Ну там В процессе Там 12 часов Ну то есть Обычно мы С 6 вечера До 6 утра Снимаем Это очень тяжело Вот Одна ночная съемка Это еще куда не шло Две подряд Это уже тяжело Три подряд Это практически смерть Это Это так тяжело Что вы себе даже Не представляете Вот А здесь у нас будет 5 У меня такого еще В жизни не было Я закаленный боец Как говорится Проверенный временем Но честно говоря Мне даже где-то Интересно Страшно Интересно Чем это все Закончится Так что так Я вакцину себе Сделал Завтра делает Супруга Вот Потому что Я настоял на том Чтобы она сделала Мы вакцинируемся Слушайте Мы люди Цивилизованные Как говорится Взрослые Мы прекрасно Как говорится Понимаем Средневековье Вот это Которое творится Вокруг этой вакцины Вот это Знаете Какое-то такое Мракобесие Какое-то страшное Жуткое совершенно Вот Мы не сторонники этого Не-не-не Вы как хотите Ради бога Это ваше дело Мне по большому-то счету Как говорится Я только за себя За свою семью Беспокоюсь Мне в принципе плевать Вот Сделаете вы вакцину Или нет Это ваше личное дело Вот Как говорится Ваше тело Ваше дело Вот Ну я высказываю Как бы спросили Я говорю Я вакцинировался 24 июля Я Несмотря на то Что я эту вакцину Даже испытывал Я был Среди Вот тех 40 тысяч испытателей По стране всех Вот Которые испытывали вакцину Я принимал участие Во втором Ну Во втором испытании Ну массовом Так скажем У меня оказался Клеточный иммунитет Но я все равно Сделал себе Вакцину Потому что Ну Почему нет Если у меня Клеточный иммунитет Вакцина никак На меня не подействует А вдруг Появятся антитела Ну вдруг Так что так Да Спасибо Про мракобесие Ну это по другому Не выглядит Слушайте Ну мы живем В 21 веке Я вас умоляю Технологии Наука И так далее Человечество вообще Живет и выживает Только исключительно Из-за трех Из-за трех вообще вещей Да Это Чистая вода Вот Доступность Как бы К чистой воде Это витамины Которые люди Там стали употреблять Там круглогодично Да И третье Это вакцина Благодаря этому Человечество Живет и процветает Увеличивается Численность людей И так далее И так далее Вот Это факт Научный Как бы Да И я советский ребенок Слушайте Меня на третий день От рождения Обкололи Не спрашивали Ни меня Ни мою маму Поставили мне Все прививки Которые Были прописаны Законом И все Вот И в школе Меня вакцинировали И студентам Меня вакцинировали И так далее Понимаете Вырос Здоровый Умный Красивый А главное Главное Скромный Сегодня Пятница Тринадцатая Да 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 Иммунитет Никто Никто Не отменяет Как бы Да Ну вы поймите Иммунитет Как правило Это то Что тебя Ну с рождения Тебя награждает Природа Он у тебя есть Или нет Да То есть Как-то там Укреплять иммунитет Ну такое Знаете Мне кажется Это немножко Неправильное выражение Так что Так вот Да Точно Заочно Спасибо Я постараюсь Что-что Как я желчный потерял А это Понимаете В чем дело Это Это профессионально Очень многие актеры Страдают гастритами Язвами Очень многих камней В желчном пузыре Неправильное питание Неправильный режим От этого Никто не застрахован Сделаете вы вакцину себе Или не сделаете Понимаете Это как бы Ну вот Неправильный какой-то Скажем так Образ питания А у меня Действительно был Жуткий образ питания У меня Десять лет Общежитий Понимаете У меня два образования Десять лет Общежитий Вот Потом я дальнобойщиком Работал Потом Как говорится Кем я только не работал И вы знаете Я всегда Все делал В ущерб Тому Чтобы покушать В результате Я получил То что получил Это еще хорошо Некоторые люди Ломались Там и в Двадцать пять И в тридцать лет Уже имели Те проблемы Которые я имею Ближе к пятидесяти Так что Знаете Как говорится Никто от этого Не застрахован У меня одно У вас другое Вы что думаете Вас менет что ли Поверьте мне Ваши болячки Если их у вас Еще нету Они вас ждут Впереди Это как бы Ну то есть Никто от этого Причем Будете вы вакцинироваться Или нет Это такое дело Ваши болячки Еще впереди Я хотя бы Свои уже знаю Я хотя бы Уже научился С ними жить Хотя это Очень тяжело Я уже с ними Договорился Я уже смирился И я уже Принял образ жизни Который Они мне Продиктовали Понимаете И это у меня Случилось На пороге Там 45 лет Чем старше Тем будет труднее Потому что Запасов организма Да Образ жизни Тяжело менять Чем старше Вы становитесь Тем тяжелее Менять образ жизни Тем тяжелее Принять новую Действительность Да И так далее И так далее Поэтому если вы Сейчас здоровы Не радуйтесь Особенно Лучше Как говорится Берегите Изо всех сил Что имеете Потому что Чем вы будете Старше Тем будет сложнее Вам перестроиться А болячки Они Знаете Как говорится Никого Не минут Никого Спасибо Спасибо большое Я философ Да Вы знаете Ну странно Как-то В общем-то В принципе В личной жизни Я счастливый человек Почему я при этом Философ Я не знаю Да Потому что Существует же Поговорка о том Что если человек Несчастен в личной жизни То он становится Философом Моя жизнь Очень многие Вот эти поговорки Опровергает Да С кем я из актеров Дружу Со всеми Да Друзья мои Я вас всех Обнимаю Будьте здоровы Будьте счастливы Еще раз Спасибо вам За Сердечные Теплые Поздравления Я тут Нечаянно Заглянул Там как бы В личку И я Просто охренел Я просто Охренел Я туда захожу Крайне-крайне редко Но сегодня Я просто охренел Так что так вот Какие книги Я люблю читать Бумажные Если вы об этом Не электронные Так что так вот Да Будьте здоровы Спасибо Спасибо большое И всех благ Да Ай Ай Остановитесь Остановитесь Пока Пока